эмиральд файт правилами ральпро руки-ноги колени разрешены клинч 5 секунд локти запрещается в левше работе такир токарев александр вожнев классической стойки ухты вот это красиво атакирует только что-то в стиле шары пулета небезызвестного бойца юси ну и здесь похоже парни тоже настроены закончить все как можно быстрее подхват вверх скоростью ребят интересно посмотреть их в третьем раунде первых раундов и надеешься что мы до него дотянешь хотелось бы каждый раз когда на компетентах позиции нахожусь все заканчивается первым втором раунде хотелось бы подольше пообщаться ну это вот это просьба от улетели а тут хитрый удар от тахира токарева какая-то такая как это называется все бойцы потом стоп когда бьются в поле фронткик бьется в голень на я такой никогда не был ну ты и ногами никогда не бьешь я знаю джеб дик линч этим Артем Пашкорин побеждал неоднократно а здесь о-хо-хо-хо-хо промахнулся таких токарев казалось бы но после этого выбросил бэкфист уже как-то так себе рукопашника шлышал своего соперника тахир такой конечно по правилам не приветствуется и видимо покраснение на левом боку александра ивашлёва один из мидлов очень страшно когда тахир токарева влетел именно туда но очень нестандартные обычно выступают тайские представители китайского бокса кстати кикбоксинга это пашка боя против классического к 1 и видим между пасечка один тоже стоит такая да стойка достаточно открытая для кикбоксинга широко расставлены ноги в этом я думаю к даниилян по оценил то как александр вошлёв а вот такие стопы ли пока не оценивают это и влетает этот удар с передней руки по александр вошлёвые вертушки тоже такир пить умеет но сейчас чуть было не наткнулся на боковой александр вошлёву такир токарев меняет этажи такир а вот это уже удар скидер артёма пошпорина я не просто так за него болею нельзя болеть в прямом эфире хорошая вертушка таки до токарева успел убрать голову александр вошлёв но так скользь попали попала стопа таки ротокарева по челюсть александр вошлёву сумбурно действует александр таком видно что очень заряжен александр на этот поединок но такие играет своим соперником александр слишком здесь перегорает скажем так хорошо размене дар и доходит размен хороший от александр вошлёвым такирует только его нельзя заигрываться играть можно а заигрываться нет и похоже что редкий случай когда артём ваш порт папа что не посмотрит подольше первого раунда завершена трёхминутка и здесь просто шикарнейшей скорости шикарнейшая техника очень нестандартная штука по школе наверняка от петербурга да нестандартно работают ребята очень красивый речный бой высокий всего первого раунда посмотрим насколько хватит сил на второй раунд третья тут возможно абсолютно все но парни не слишком много сил затратили в полуфиналах александр вошлёву провел полтора раунда такир токарев вообще только несколько секунд успел провести в ринге явно сил должно быть и у того и другого много тем более такир токарев в преддверии этого поединка рассказывал что выступая по боевому самбо он частенько проводил под пять схваток за один день я думаю что с выносливостью у такира все должно быть в полном порядке ну и запомним что он тренируется он в зале фёдора емельяненко с такими монстрами как братья немкова как анатолий токов как кирилл сидельников в общем весь свет российского ммм и тренируется вместе с такиром токаревым сегодня такие себя очень неплохо проявляет по правилам эмиральд про второй раунд раунд по номерам 2 финал турнира четверки на кубок и память чернова кстати мы с тобой не посчитали баллы по первому раунду на твой взгляд кому скорее первые трех минут точнее и побольше ударов выбрасывал и второй раунд тоже начинает топлив очень агрессивно хотя заигрываться нужно продержать от него не надо александр ваш не в несколько раз в разменах цеплял соперники ударов руками перестал пить ангараш не в вертушке понимает что здесь нужно постерьез не понадёжнее работа санас правильно начать поддавливать его просто расстреляешь подавливает подавливать и проваливать проваливаете отвечает вот она вертушка но очень не точная хорошим фронтом поменял вот этот удар у него как будто джойт управляет тахиром нет нет и вот такой с передней ноги выбрасывает он высокий удар причем бьет не голенью а бьет подошвой гратистский удар есть в арсенале и у капитана команды всего мира айка даниилян который сегодня напомним отпраздновал победу в матчевой встрече и взял реванш у виктора гудряшова но все это событие уже ушедшие в историю а впереди у нас разрядка боя александре вошнева и тахиру топлива александра просьба запустить темп пропустил несколько раз в центре ваш него видимо что у него окровавлен рот ахир топлив показывает что удар пришелся в плечо но мне кажется что удар пришелся не в плечо иначе вы не показывали иначе вы не показывал совершенно точно зачем показывать что-то попал плечо если он туда действительно попал вертушки на вертушку ответил обошнёк пока дышит хорошо поедет москвы были на сомнение носить на того хватит у него готовность на второй раунд хватает даже солнышко вышла ареной богатырь от открытой площадке богатырь где проходит турнир если первые выйдем походить под дождем но сейчас бойцы берутся в солнечных лучах можно сказать что купаются одним золотых лучах солнца и конечно же в лучах славы заметил с по-моему такие что крем сейчас хотел пробовать но по-прежнему все видят хотел бросить по моему таких от соперника но вовремя одумался о хорошая подсечка опять без лишних движений переигрывает конечно чувствуется чувствуется профессионализм действует таки роток и сейчас он встречает соперника и джебом из дальней руки концовочка второго раунда за бойцом из старого оскола этот раунд был мне кажется уже не такой яркий сочный как первый замедлился замедлился тахир и стал форматичнее работать и александр и вошню но впереди еще раунд под номером 3 и как знать может быть и он не будет последним и вот в этом раунде мне кажется уже сложнее предсказать победителя что скажешь ты я думаю все равно точнее по-прежнему тахир хотя александр пытался брать инициативу сферы работал первым номером в принципе вот так и надо работать и варианты нет немножко давал где-то пожестче где-то не давать дышать пробовать поджимать пытаться то что он сделал в втором раунде пытаться положить до третьем раунде главное чтобы хватило физики на все это потому что так просто об этом рассуждать но если начинаются проблемы у бойца с выносливостью то могут возникнуть серьезные проблемы и с работой первым номером это только их выглядит очень свежо у нас решающий третий раунд поприветствует парня и теперь снова бой три раунда три минуты финального раунда кубка памяти никита чернова город красные баки турнир эмеральд байт супер серии 3 вертушка таки рукой его не попал александр ваш не попытался подхватить и вот так вот лоу киком на выходе завершает эту кубинацию сандра ваш не он мажет он давшись пробить хоккей за весь бой мы еще ни разу не увидели как парни работают клинч и вот тут же клич но как так наверно для ценителя тайского бокса не самый не самый делись красивый но не тот и другой не кличевики хотя таки ртока и заступая по годному самбо наверное знают что это такое а вот и ваш него клич есть я думаю вообще не стоит он классический клич да сложно было вошнем с морозом первым поединке клич не буду делать поэтому там он нашел чем ответить на клич вот здесь уже видимо приходится александру сложнее очень много желания александр победить да и много подсказок из угла а вот секундантов тахира токаря мы практически не слышим потому что даже не сидим в углу александра хорошие хорошие комментарии на все на ну и так видно что поспокойнее себя ведут секунданты такие ртокарева они уверены своем бойцы это кирс ринге поспокойнее идет более холодной головой но как хозяин без лишних как хозяин вышел в ринг александру конечно желание с мостами надо справляться много физической силы кстати много да выносилось наш третий раунд уже идет он как да он скачет очень очень ботово очень много пропустил первом раунде несмотря на это продолжает бить вертушки идти вперед требует от вошнева секунданты тройки на руках и только потом уже выстреливаются даром ногой но ослушался секундантов вошнева уже два раза верхушки промахнулся пытается сбить фронтов соперника таки ртокарева но если этот поединок завершится в таком ключе я думаю что экстра раунда ждать не стоит пока невидимы за счет чего александр вошнев может третий раунд вырвать по праве номеральт про даже если ты проиграл первые два раунда но выиграл третий то экстра раунд будет назначен вот для этого вошли лонки нужно придумать что-то еще поинтереснее пытается пытается до конца забегу вперед и скажу что нокаута мы здесь не увидим хотя вот сейчас обвинялись запасными ударами бойцы но есть такое подозрение что никто уже не будет пытаться спортовать завершается поединок завершается третий раунд подождем хотя тахир токеров токарев явно уверен своей победе но мы все-таки подождем официального вердикта тем более что это дополнительная возможность для артема пошпорина насладиться секундами прямого эфира которые теперь стали такими редкими для некогда славного бойца кстати артем пользу и случаем очередной расспрошу вернешься ли ты каждый раз ты не отвечаешь ну давай скажи сегодня хочется ли вернешься раз хочется тогда победителя финальная поединка кубка памяти никита чернова в весовой категории до 63 с половиной килограммов в рейт наглашаются президент нижегородской региональной педагогации муайталии максим виноградов первый заместитель главы краснобоковского муниципального округа андрей исаев и мама никита чернова наталья чернова и мама никита чернова чернова и и и и и а и и и и и и и и В серии профессионального турнира Эмералд ПРО на Кубок Памяти Никиты Чернова победу одержал боец синего угла ТАФИР ТАКАРЕ ПЛЯЗКИТИН